А в городском объединении досуг прошел концерт государственного ансамбля песни и танца «Ася Кэ». Знаменитый коллектив показал юбилейную программу, которую подготовил к своему 70-летию. Судя по переполненному залу, наша публика изголодалась по культурно-национальной пищей. Выступление на Печорске в подмостках фольклорного ансамбля «Ася Кэ» произвело некий фурор. От начала до конца представления и взрослые, и даже дети просидели, затаив дыхание. Несмотря на искушенность нашей публики талантами, зрелище все же поразило Печорцев. Национальный ансамбль появился на свет в 1939 году. За 70 лет существования сменились не один художественный руководитель и коллектив музыкантов. Но идея, пропаганда коми-фольклора жива и по сей день. Для ветерана «Ася Кэ» Людмилы Матросовой все 60 участников коллектива почти родственники. Шутка ли, 30 лет на сцене. Вообще жизнь изменилась, и люди другие. Артисты поменялись неоднократно у нас, особенно в балете. Это же 20 лет профессионального стажа, и можешь на пенсию уходить уже. Не знаю, тебя просто задержало здесь. Не знаю, как задержало. Слюблю, наверное, очень это искусство, творчество. Утренняя заря по коми «Ася Кэ» привезла в Печору не всю юбилейную программу. Горожане увидели самые яркие ее элементы. Каждый танец или песня, как говорится, основана на реальных событиях. Материал, фольклор, прелузия и Усть-Куломского района коми. Большую работу провели сами артисты, потому что сейчас трудное время. Сами там и какие-то постановочные моменты делали, сами и структовку делали. Работы мне, во всяком случае, доставляют удовольствие. То, что отношение артистов к этому. Яркий самобытный коллектив выступает не только в пределах республики. В России и даже за рубежом «Ася Кэ» знают хорошо. Часто певцы и танцоры участвуют в фестивалях во Франции. Но нигде такого зрителя, как у нас, они не встречали. После гастролей в Печоре участники ансамбля отправятся покорять Усинск.